Ситуация с соблюдением прав детей в округе на строгом контроле. Детский омбудсмен Ненецкого округа Рима Галушина посетила образовательное учреждение Великовисочного. Уполномоченный по правам ребенка провела уроки правовой грамотности для младших классов и интернет-безопасности для старшеклассников. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. В Великовисочном детский правозащитник свой визит начала с пришкольного интерната. Омбудсмен осмотрела жилые и гигиенические комнаты, проверила, в каких условиях дети питаются и делают уроки. Дорожки-то нет, а прикроватные коврики, конечно, надо, потому что все равно полная. Нет, у них обуви у нас там внизу есть две раздевалки. Они в домашних тапочках все ходят? Да, в домашних тапочках. Верхнюю одежду и обувь они раздевают там все внизу. И родители все снабжают, то есть они приезжают с тапочками совсем? Нет такого, чтобы приехали вот без всего? Нет, у нас такого нет. Родители очень хорошо одевают детей, особенно старшеклассников и малышей тоже, конечно, хорошо дети одеты. Интернат размещается в здании 1977 года постройки. Поддерживать его жизнестойкое состояние удается при содействии сельсовета. Летом интернат получит водопровод. В этом году нам хотят привезти воду. У нас вода привозная. В этом провод сделаем по интернату. А вот это получается, это у вас есть елка, такие большие, да. И мы как бы привозим. А вот это было, Алексей Геннадьевич, вот мы любили, что нам сделали. Голова нам поможет. Вы этим летом будете делать, да? Ремонт будете этим летом делать, да? Да, не ремонт, мы проводим воду. Воду, ну и да. Детский сад уже провели, только снег сойдет. Вот, например, на летний период, мы к первому сентября хотим провести воду, чтобы она централизована. На данный момент мы то на лошади завозили, то на снег выходе. В интернате виски проживают дети из нескольких соседних сел муниципалитета. В интернате у нас проживает 30 человек. Дети приехали к нам из разных деревень, ближайших деревень. Щелина, Лаборская, Пылемец. А дети в основном из благополучных семей? Да, у нас дети из благополучных семей. Мы родители смотрят за своими детьми, ухаживают за ними, воспитывают. Дети у нас хорошие. Мы всегда говорим, у нас самый лучший интернат и самые лучшие дети. Римма Галушина побывала и в детском саду. Пообщалась с малышами и воспитателями. Ознакомилась с системой безопасности объекта и с работой детсадовской кухни. Ну что, места хватает в Москве? Да, хватает. У меня там еще холодный цепь. А, еще холодный цепь есть? Да. Получается, вы кормите 29 детей, да? 23. 23 ребенка. Вы успеваете, да, все сделаете? Угу. Ой, не надо, не люблю я. Так, а холодный цепь можно суббить? Холодный цепь, пожалуйста. Работники образовательных учреждений ВИСКИ подходят к своей работе с душой. А руководство муниципалитета внимательно ко всем их запросам. ВИСКИ очень хорошая, красивая русская деревня. Люди здесь живут очень хорошие. Проблем, конечно, хватает, как и в любой другой деревне. Это водоснабжение, это вывоз мусора. Но, в общем, по сравнению с другими деревьями округа, ВИСКИ довольно благополучное село. А сколько детей в школе на сегодняшний день? В школе села Великовисочное обучается 84 ребенка. 30 из них из ближайших деревень проживают в интернате. После осмотра жилых помещений детский правозащитник провела с младшеклассниками урок правовой грамотности. Я принесла вам вот такие книжечки. Здесь это основной закон, в котором прописаны ваши права. Вы дома вместе с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками, кто с кем, может быть, кто-то спрашивает, со старшими братьями или сестрами. Почитайте, рассмотрите внимательно, да? И посмотрите, и будете знать, какие у вас есть права. Хорошо? Диалог с малышами получился честным. Ведь речь шла о самом главном – о безопасности ребенка. Тема беседы со старшеклассниками была не менее актуальна – безопасность в интернете. С выпускниками школы детский амбусмен поговорила о программе «Десятилетие детства» и провела урок парламентаризма. Ну, сегодня много чего услышала интересного. Девушки говорили очень многое. Ну, в принципе, это интересно для молодежи. Это развивается наш кургазор. В принципе, мы узнаем много нового, ближе к Конституции, к законам. Меньше у нас будет правонарушений каких-то мелких, которые мы даже не задумываясь как-то делаем. И, ну, что еще сказать. В принципе, хороший сегодня был разговор, хорошие темы, актуальные в наше время. На встрече с педагогами амбусмен обратила внимание на создание в школе комиссии по примирению. Среди первоочередных задач – соблюдение прав детей в округе. Я в этом году избрала несколько другую форму работы, ну, решила опробовать эту форму работы, как день уполномоченного в образовательной организации. Вот у меня уже был опыт в Красновской школе, он, в принципе, положительный опыт. И вот сегодня мы приехали в Великовисочное. На самом деле, действительно, вот эта форма работы, она позволяет более глубоко и более системно взглянуть на разные вещи. Побеседовать, мне довелось и побеседовать и с детьми, и с родителями, и с педагогами. И, конечно, выяснить некоторые проблемы, которые требуют решения. На очереди – визит детского амбусмена в поселок Нальминос.